На примере данной сборки рассмотрим добавление SolidWorks Motion, предназначенное для анализа различных видов движений в сборке. Сперва коротко поговорим о добавлении. В целом они делятся на два типа. Часть добавлений необходима для упрощения конструкторской работы и пользоваться ей зачастую приходится при проектировании. Вторая же часть, такая как SolidWorks Simulation, Motion, Flow Simulation, является расчетными модулями, облегчающими решение задач, связанных непосредственно с какими-либо расчетами. К примеру, Flow Simulation используется для расчета гидро- и кассодинамики. SolidWorks Simulation представляет собой расчетный модуль для работы с прочностными характеристиками изделий. SolidWorks Motion же решает задачи теоретической механики, и это его основное назначение. Перейдем во вкладку «Исследование движения». Как видите, в данный момент доступны несколько вариантов управляющих элементов, таких как двигатель, пружина, контакт компонентов и добавление силы тяжести для сборки. В режиме движения сборки или базового движения данные силы и ключевые элементы могут быть включены и активированы для приведения в движение механизма, смоделированного в сборке. В чем же разница между обычными способами создания анимаций и непосредственно добавлением SolidWorks Motion? Активируем добавление. Теперь в типе анализа появилась дополнительная вкладка «Анализ движения». Подсказки SolidWorks говорят, что это наиболее реалистичное моделирование с учетом всех допустимых типов, объектов, движения, дающие точные цифровые результаты. Перейдем в него. И в целом это действительно так, но основной функционал добавления раскрывается в данном инструменте, который позволяет выбрать необходимый результат, выбрать элементы, которые будут задействованы при его расчете, и построить эпюру, визуализирующую то или иное явление сборки. Также анализ движения SolidWorks Motion позволяет добавить результаты исследования SolidWorks Simulation в ряд визуализаций движения и также прикрепить эпюры, полученные при помощи добавления Simulation. Создадим небольшое исследование данной сборки. Исследование начнем с добавления двигателя в сборку. Выберем инструмент «Двигатель», выберем вращающийся двигатель и зададим цилиндрическую грань на ведущей шестерне. Также дополнительно можно задать постоянную либо переменную скорость и ее характеристики. Используем постоянную скорость 100 оборотов в минуту. Подтвердим действие при добавлении тех или иных управляющих элементов в сборку. на шкале воспроизведения появляется ключ. Ключ выставляется автоматически при активации свойств автоключ. Увеличить продолжительность антибиции можно так же, как и в других вариантах визуализации движения, перетащив его в необходимую позицию. и также добавим контакты компонентов. Используем трехмерную геометрию твердого тела и зададим материал сталь. Также дополнительно можно задать свойства упругости и трения. Зададим данные характеристики, используемые сейчас по умолчанию. Для всех элементов подтвердим операцию. Добавим в проект анализ углового перемещения крайнего зубчатого колеса. Перейдем к инструменту «Ипюрые результаты». Выберем категорию «Перемещение» скорости ускорения. Также выберем угловое перемещение и зададим в качестве элемента анализа сопряжение, созданное для двух шестерен. Обратите внимание, что в данный момент задается сопряжение типа «Редуктор». «Редуктор». А результат будем выводить в новую эпюру. Подтвердим действие. Теперь в списке результатов появился дополнительный параметр, зависящий от времени и углового перемещения. данные две шкалы будут образовывать график вторым результатом исследования. Добавим вращающий момент двигателя. Снова перейдем к инструменту «Результаты Эпюра». выберем «Силы». Выберем вращающий момент двигателя и зададим ось. Обратите внимание, что шкив двигателя должен быть соосен с задаваемой координатой составляющей. В качестве элемента исследований необходимо выбрать из древа построения добавленный двигатель. Также получившуюся Эпюру можно будет добавить в уже существующую выборов данную из списка либо создать новую. Будем пользоваться новой Эпюрой, введя все необходимые переменные для анализа подтвердим операцию. Чтобы получить результаты исследования необходимо провести расчет модели. Для этого нажмем на кнопку «Расчет модель». После завершения анализа откроются два окна либо одно окно, если Эпюры были бы введены в одном графике, с результатами анализа движения. Именно эти графики и являются результатом работы добавления SolidWorks Motion. Естественно, как и для других типов анализа движения, данные о движении сборки можно сохранить в видеофайл с заданными характеристиками и разрешением, который будет доступен для просмотра на любом офисном приложении, также при сохранении видеоряда. Из типа исследования анализ движения в ролике с движением сборки будут присутствовать результирующие пюре. Кроме того, результаты исследования можно экспортировать в электронную таблицу, выбрав соответствующий пункт, в древе построения и выбрав в контекстном меню экспорт в электронную таблицу. Обратите внимание, что SolidWorks работает исключительно с офисными пакетами Microsoft, поэтому, если вы пользуетесь каким-либо другим пакетом, получить экспортированную электронную таблицу не получится. Таким образом выглядит экспортированная таблица, ее можно сохранить и впоследствии прикрепить к пакету технической документации как описание движения того или иного элемента в сборке. Добавление SolidWorks Motion является достаточно удобным, инструментом для решения задач теоретической механики, а возможность сохранить результаты в формате юниор-текстовом формате существенно расширяет функционал основного добавления. Позволяет выдавать непосредственно из добавления информацию доступную для чтения на твердом носителе. При проигрывании либо сохранении видео, кроме всего прочего, на графиках отображается маркер временной шкалы, соответствующий положению детали в сборке и, соответственно, указывающий значение в данный момент времени той или иной переменной. воспроизведем результат создания видеоролика. Видите, он воспроизводится в обычном медиаплеере, что достаточно наглядно при демонстрации работы того или иного изделия. для всех остальных добавлений результаты работы данного модуля автоматически сохраняются в папку с текущим проектом, им доступны для изменения либо последующих проведений анализов в сборке при активации в добавлении SolidWorks Motion. Продолжение следует...